Речь Павла Николаевича Милюкова в 4-й Государственной Думе Созыв 4. Сессия 4. Заседание 1. 1 ноября 1916 года Милюков Господа члены Государственной Думы, с тяжелым чувством я вхожу сегодня на эту трибуну. Вы помните те обстоятельства, при которых Дума собиралась больше года тому назад, 19 июля 1915 года? Дума была под впечатлением наших военных неудач. Она нашла причину этих неудач в недостатке военных припасов и указала причины недостатка в поведении военного министра Сухомлинова. Вы помните, что страна в тот момент, под впечатлением грозной опасности, ставшей для всех очевидной, требовала объединения народных сил и создания министерства из лиц, к которым страна могла бы относиться с доверием. И вы помните, что тогда с этой кафедры даже министр Горемыкин признал, что ход войны требует огромного чрезвычайного подъема духа и сил. Вы помните, что власть пошла тогда на уступки. Ненавистные обществу министры были тогда удалены до созыва Думы. Был удален Сухомлинов, которого страна считала изменником. Голоса слева. Он и есть. И в ответ на требования народных представителей в заседании 28 июля Поливанов объявил нам при общих рукоплесканиях, как вы помните, что создана следственная комиссия и положено начало отдачи под суд бывшего военного министра. Примечание. Поливанов Алексей Андреевич. Военный министр в 1915-1916 годах. Имеется в виду Верховная следственная комиссия, образованная в конце июля 1915 года и занимавшаяся главным образом расследованием деятельности бывшего военного министра Сухомлинова. И, господа, общественный подъем тогда не прошел дарм. Наша армия получила то, что ей было нужно. И во второй год войны страна перешла с тем же подъемом, как и в первый. Какая, господа, разница теперь на 27-м месяце войны? Разница, которую особенно замечаю я, проведший несколько месяцев этого времени за границей. Мы теперь перед новыми трудностями. И трудности эти не менее сложны и серьезны, не менее глубоки, чем те, перед которыми стояли мы весной прошлого года. Правительству понадобились героические средства для того, чтобы бороться с общим расстройством народного хозяйства. Мы сами те же, что прежде. Мы те же на 27-м месяце войны, какими были на 10-м и какими были на 1-м. Мы по-прежнему стремимся к полной победе. По-прежнему готовы нести все необходимые жертвы и по-прежнему хотим поддерживать национальное единение. Но я скажу открыто. Есть разница в положении. Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе. Голоса верна. Ибо по отношению к этой власти ни попытки исправления, ни попытки улучшения, которые мы тут предпринимали, не оказались удачными. Все союзные государства призвали в ряды власти самых лучших людей из всех партий. Они собрали кругом глав своих правительств. Все то доверие. Все те элементы организации, которые были налицо в их странах, более организованных, чем наши. Что сделало наше правительство? Наша декларация это сказала. Примечание. Подразумевается декларация прогрессивного блока, зачитанная Сергеем Илеодоровичем Шедловским. Прогрессивный блок в Государственной Думе был создан 22 августа 1915 года по инициативе Павла Милюкова, лидера партии кадетов. Объединились представители Госсовета и многие депутатские фракции. Целью прогрессивного блока было оказать серьезное влияние на правительство. По сути, это было оппозиционное большинство, выступавшее за радикальные реформы. С тех пор, как выявилось в Четвертой Государственной Думе то большинство, которого ей раньше не доставало, большинство, готовое дать доверие кабинету, достойному этого доверия, с этих самых пор все почти члены кабинета, которые сколько-нибудь могли рассчитывать на доверие, все они один за другим систематически должны были покинуть кабинет. И если прежде мы говорили, что у нашей власти нет ни знаний, ни талантов, необходимых для настоящей минуты, то, господа, теперь эта власть опустилась ниже того уровня, на каком она стояла в нормальное время нашей русской жизни. Голоса слева. Верно. Правильно. И пропасть между нами и ею расширилась, и стала непереходимой. Голоса слева. Верно. Господа. Тогда, год тому назад, был отдан под следствие Сухомлинов. Теперь он освобожден. Голоса слева. Позор. Тогда ненавистные министры были удалены до открытия сессии. Теперь число их увеличилось новым членам. Слева голоса. Верно. Справа голос. Протопопов. Не обращаясь к уму и знаниям власти, мы обращались тогда к ее патриотизму и к ее добросовестности. Можем мы сделать это теперь? Голоса слева. Конечно, нет. Во французской желтой книге был опубликован германский документ, в котором преподавались правила, как дезорганизовать неприятельскую страну, как создать в ней брожения и беспорядки. Примечание. Желтая книга. Официальное издание французского МИДа. Аналогичные публикации, красные, синие и другие книги осуществлялись и в других европейских странах. Названия сборников произошли от цвета их переплетов. Господа, если бы наше правительство хотело намеренно поставить перед собой эту самую задачу, или если бы германцы захотели употребить на это свои средства, средства влияния или средства подкупа, то ничего лучшего они не могли бы сделать, как поступать так, как поступало русское правительство. Слева голоса. Правильно. Родичев. К сожалению, это так. И вы, господа, имеете теперь последствия. Еще 13 июня 1916 года с этой кафедры я предупреждал, что ядовитое семя подозрения уже дает обильные плоды, что из края в край земли русской расползаются темные слухи о предательстве и измене. Я цитирую свои тогдашние слова. Я указывал тогда, привожу опять мои слова, что слухи эти забираются высоко и никого не щадят. Увы, господа, это предупреждение, как и все другие, не было принятого внимания. В результате в заявлении 28 председателей губернских управ, собравшихся в Москве 29 октября этого года, вы имеете следующее указание. Мучительное, страшное подозрение, зловещие слухи о предательстве и измене, о темных силах, борющихся в пользу Германии и стремящихся путем разрушения народного единства и сейнии розни подготовить почву для позорного мира, перешли ныне в ясное сознание, что вражеская рука тайно влияет на направление хода наших государственных дел. Естественно, что на этой почве возникают слухи о признании в правительственных кругах бесцельности дальнейшей борьбы, своевременности окончания войны и необходимости заключения сепаратного мира. Конец цитаты. Господа, я не хотел бы идти навстречу излишней, быть может, болезненной подозрительности, с которой реагируют на все происходящее взволнованное чувство русского патриота. Но как вы будете опровергать возможность подобных подозрений, когда кучка темных личностей руководит в личных и низменных интересах важнейшими государственными делами? Слева рукоплескание и голоса. Верно. У меня в руках номер «Берлинар Тагеблад» от 16 сентября 1916 года, и в нем статья под заглавием «Мануйлов Распутин Штюрмер». Примечание. «Берлинар Тагеблад» — крупнейшая немецкая ежедневная газета, выходившая в 1871-1939 годах, выражала умеренно либеральные взгляды. Мануйлов, Манасевич Мануйлов, Иван Федорович, 1869-1918 годы жизни, надворный советник, журналист, агент Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел в Риме, 1899 год, заведующий особым отделением Департамента полиции, 1905 год, откомандированный в распоряжении председателя Совета Министров графа Витте с 1906 по 1915 год в отставке. Во время Первой мировой войны причислен к Министерству внутренних дел, 1915 год, откомандирован в распоряжении председателя Совета Министров Штюрмера, 1916 год. В 1916 году был близок к Распутину, расстрелян большевиками. «Сведения этой статьи отчасти запоздали, отчасти эти сведения неверны». Так, немецкий автор имеет наивность думать, что Штюрмер арестовал Моносевича Мануйлова, своего личного секретаря. «Господа, вы все знаете, что это не так, и что люди, арестовавшие Моносевича Мануйлова и не спросившие Штюрмера, были за это удалены из кабинета». «Нет, господа, Моносевич Мануйлов слишком много знает, чтобы его можно было арестовать. Штюрмер не арестовал Моносевича Мануйлова. Штюрмер освободил Моносевича Мануйлова». Слева рукоплескание и голоса. «Верно, Родичев?» «К несчастью, правда. Вы можете спросить, кто такой Моносевич Мануйлов? Почему он нам интересен? Я вам скажу, господа, Моносевич Мануйлов – это бывший чиновник русской тайной полиции в Париже, известная в кавычках «Маска» нового времени, сообщающий этой газете пикантные подробности жизни революционного подполья. Но он, что для нас интереснее, есть также исполнитель особых, секретных поручений. Из этих поручений одно может вас заинтересовать сейчас. Несколько лет тому назад Моносевич Мануйлов попробовал было исполнить поручение германского посла Пурталеса, назначившего крупную сумму, говорят, около 800 тысяч рублей на подкуп нового времени. Примечание. Пурталес. Я очень рад сказать, что сотрудник нового времени вышвырнул господина Моносевича Мануйлова из своей квартиры. И Пурталесу стоило немало труда затушевать эту неприятную историю. Но вот, господа, на какого рода поручения употребляли не так давно личного секретаря министра иностранных дел Штюрмера. Слева продолжительный шум и голоса. «Позор!» председательствующий. «Покорнейше прошу прекратить шум!» Милюков. «Почему этот господин был арестован?» «Это давно известно, и я не скажу ничего нового, если я вам повторю то, что вы знаете. Он был арестован за то, что он взял взятку. А почему он был отпущен?» «Это, господа, тоже не секрет. Он заявил следователю, что поделился взяткой с председателем совета министров. Шум!» «Родичев. Это все знают!» «Шум!» «Голоса. Дайте слушать! Тише!» председательствующий. «Прошу господ членов Государственной Думы соблюдать спокойствие!» Милюков. Мануэлов Распутин Штюрмер. В статье называются еще два имени. «Князь Андроников и митрополит Петерим как участники назначения Штюрмера вместе с Распутиным». Шум слева. Примечание. Андроников Михаил Михайлович. 1875-1919 годы жизни. Князь. Титулярный советник. Причисленный к Министерству внутренних дел. 1897 год. Чиновник особых поручений при оберпрокуроре Синода. 1914-1917 годы. В 1915-1916 годах был близок к Григорию Распутину. Расстрелян большевиками. Петерим. 1858-1921 годы жизни. Митрополит Петроградский и Ладожский. 1915-1917. Имел репутацию ставленника Григория Распутина. «Позвольте мне остановиться на этом назначении несколько подробнее. Я разумею на назначении штюрмера министром иностранных дел. Я пережил это назначение за границей. Оно у меня сплетается с впечатлениями моей заграничной поездки. Я просто вам расскажу по порядку то, что я узнавал по дороге туда и обратно. А выводы вы уже сделаете сами. Итак, едва я переехал границу, несколько дней после отставки Сазонова, как сперва шведские, потом германские и австрийские газеты принесли ряд известий о том, как встретила Германия назначение штюрмера. Вот что говорили газеты. Я прочту выдержки без комментариев. Берлинар Тагеблад. Личность Сазонова давала союзникам гарантию прочности иностранной политики последних пяти лет. Штюрмер во внешней политике есть белый лист бумаги. Несомненно, он принадлежит кругам, которые смотрят на войну с Германией без особого воодушевления. Кольнишецайтунг. Мы, немцы, не имеем никакого основания жалеть об этой новейшей перемене в русском правительстве. Штюрмер не будет препятствовать возникающему в России деланью мира. Примечание. Кольнишецайтунг. Немецкая газета, частично отражавшая настроение правительственных кругов Германской империи. Ноэс Винер Тагеблад. Хотя слово теперь не за дипломатами, но все же это облегчение, когда уходит человек, на котором тяготеет вина за начало войны. Примечание. Ноэс Винер Тагеблад. Австрийская ежедневная газета, выходившая на рубеже XIX-XX веков. Райхспост. Штюрмер во всяком случае будет свободнее в своих отношениях к Даунинг-стрит. Примечание. Райхспост. Австрийская газета, выражавшая консервативные взгляды. Особенно интересна была передовая статья в Ноэфрае Пресс 29 от 25 июля. Примечание. Ноэфрае Пресс. Австрийская либеральная ежедневная газета, выходившая в 1864-1939 годах. Вот что говорится в этой статье. Как бы ни обрусел старик Штюрмер. Смех. Все же довольно странно, что иностранной политикой войне, которая вышла из панславистских идей, будет руководить немец. Смех. Министр, президент Штюрмер свободен от заблуждений, приведших к войне. Он не обещал, господа заметьте, он не обещал, что без Константинополя и проливов он никогда не заключит мира. В лице Штюрмера приобретено оружие, которое можно употреблять по желанию. Благодаря политике ослабления думы, Штюрмер стал человеком, который удовлетворяет тайные желания правых, вовсе не желающих союза с Англией. Он не будет утверждать, как Сазонов, что «нужно обезвредить прусскую военную касту». Конец цитаты. Откуда же берут германские и австрийские газеты эту уверенность, что Штюрмер, исполняя желания правых, будет действовать против Англии и против продолжения войны? Из сведений русской печати. В московских газетах была напечатана в те же дни «Записка крайних правых». Опять, господа, «Записка крайних правых». Всякий раз «Записка крайних правых». Замысловский. И всякий раз это оказывается ложью. Доставленная в Ставку в июле, пред второй поездкой Штюрмера. В этой записке заявляется, что хотя и нужно бороться до окончательной победы, но нужно кончить войну своевременно. А иначе плоды победы будут потеряны вследствие революции. Замысловский. Подписи. Подписи. Это старая для наших германофилов тема, но она развивается в ряде новых нападок. Замысловский. Подписи. Пускай скажут подписи. Председательствующий. Член Государственной Думы Замысловский. Прошу вас не говорить с места. Милюков. Я цитирую московские газеты. Замысловский. Клеветник. Скажите подписи. Не клевещите. Председательствующий. Член Государственной Думы Замысловский. Покорнейше прошу вас не говорить с места. Замысловский. Дайте подписи. Клеветник. Председательствующий. Член Государственной Думы Замысловский. Призываю вас к порядку. Вишневский первый. Мы требуем подписи. Пусть не клевещет. Член Государственной Думы Вишневский первый. Призываю вас к порядку. Примечание. Вишневский первый. Александр Петрович. Год рождения 1862. Год смерти неизвестен. Земский гласный. Депутат третьих и четвертых дум от Курской губернии. Правый. Милюков. Я сказал вам свой источник. Это московские газеты, из которых есть перепечатки в иностранных газетах. Я передаю те впечатления, которые за границей определили мнение печати о назначении штюрмера. Я и говорю, что мнение иностранного общества, вызванное перепечаткой известия бывшего в московских газетах, такое, что в Ставку доставлена записка крайних правых, которые стоят на той точке зрения, что нужно поскорее кончить войну, иначе будет плохо, потому что будет революция. Замысловский. Клеветник. Вот вы кто. Марков второй. Он только что сообщил заведомую неправду. Голос слева. Допустимо ли это выражение с мест, господин председательствующий? Председательствующий. Я повторяю, член Государственной Думы Замысловский, что призываю вас к порядку. Милюков. Я не чувствителен к выражениям господина Замысловского. Голос слева. Браво. Повторяю, что старая тема развивается на этот раз новыми подробностями. Кто делает революцию? Вот кто. Оказывается, ее делают городской земские союзы, военно-промышленный комитет, Съезда либеральных организаций. Примечание. Имеются в виду Всероссийские, Земские и Городской союзы помощи больным и раненым воинам. Эти благотворительные организации действовали в 1914-1917 годах, то есть во время Первой мировой войны, и считались общественными, хотя более чем на 90% финансировались казной. Главу полномоченными Земского и Городского союзов были, соответственно, князь Георгий Евгеньевич Львов и Михаил Васильевич Челнаков. Это самые несомненные проявления грядущей революции. Левые партии, утверждает записка, хотят продолжить войну, чтобы в промежутке организоваться и подготовить революцию. Господа, вы знаете, что кроме приведенной записки существует целый ряд отдельных записок, которые развивают ту же мысль. Есть обвинительный акт против городской и земской организаций. Есть и другие обвинительные акты, которые всем известны. Так вот, господа, та идея фикс – революция, грядущая со стороны левых. Та идея фикс – помешательство, на которой обязательно для всякого вновь вступающего члена кабинета. Голоса слева. Правильно, и этой идеи фикс приносится в жертву все. И высокий национальный порыв на помощь войне, и зачатки русской свободы, и даже прочность отношений к союзникам. Примечание. Идея фикс – навязчивая идея, мысль, полностью овладевшая сознанием человека, мысль, от которой невозможно избавиться, которую невозможно отбросить, отложить в сторону, рационально обдумать. В этом последнем обстоятельстве я особенно убедился, продолжая свое путешествие и доехав до Лондона и Парижа. Тут я застал свежее впечатление отставки Сазонова. Должен вам засвидетельствовать, что это было впечатление какого-то полного вандальского погрома. Господа, вы только подумайте, с 1907 года закладывались основы теперешней международной конъюнктуры. Постепенно, медленно, как это всегда бывает, устранялись старые подозрения, старые предрассудки, приобреталось взаимное доверие, создавалась уверенность в прочности сложившихся отношений в будущем. И только, господа, на почве этой уверенности в прочности отношений, в том, что они продолжатся и после войны, только на этой почве и могла укрепиться готовность поступиться старыми взглядами в пользу национальных русских интересов. Только на почве сложившейся полной уверенности друг в друге могло быть подписано то соглашение, о котором я вам когда-то говорил, соглашение о Константинополе и проливах. Примечание. Подразумевается договор о передаче России по окончании войны с Австро-Венгрией, Болгарией, Германией и Турцией, Константинополя, ныне Стамбула, и проливов Босфор и Дарданеллы. И вот союзники обнаружили удивительную настойчивость в борьбе и готовность приносить жертвы. Они обманули в этом отношении все ожидания наших врагов и превысили наши собственные. Вот-вот, казалось, Россия пожнет плоды своих трудов и плоды работы двух министров иностранных дел за тот период времени, когда сложилась необычайная, редкая, единственная, может быть, в истории политическая конъюнктура, начало которой ознаменовано деятельностью короля Эдуарда VII. Примечание. Эдуард VII. 1841-1910 годы жизни. Английский король. И вот, господа, как раз в этот момент на месте опытных руководителей, пользующихся личным доверием, что ведь тоже есть капитал, и при том капитал, который трудно приобрести, является белый лист бумаги, неизвестный человек, незнакомый с азбукой дипломатии. Голоса слева. Правильно. И готовый служить всяким подозрительным влиянием со стороны. Господа, вы поймете последствия этой перемены. «Когда министерством управлял Сазонов, в Англии и Франции знали, что то, что говорят наши послы, это говорит русское правительство. А какая же могла быть вера тем же послам, когда за ними становился штюрмер? Теперь мы видим и знаем, что с этим правительством мы так же не можем законодательствовать, как не можем с ним вести Россию к победе». Голоса слева. «Верно. Прежде мы пробовали доказывать, что нельзя же вступать в борьбу со всеми живыми силами страны. Нельзя вести войну внутри страны, если вы ее ведете на фронте. Необходимо использовать народный порыв для достижения национальных задач, что вне этого возможно только мертвящее насилие, которое только увеличивает ту опасность, которую хотят этим насилием предупредить. «Теперь, господа, кажется, все убедились, что обращаться к ним с доказательствами бесполезно. Бесполезно, когда страх перед народом, перед своей страной слепит глаза, и когда основной задачей становится поскорее кончить войну хотя бы в ничью, чтобы только поскорее отделаться от необходимости искать народной поддержки». Голоса слева. «Верно. 10 февраля 1916 года я кончил свою речь заявлением, что мы не решаемся больше обращаться к «государственной мудрости власти», и что я не жду ответа на тревожные вопросы от теперешнего состава кабинета. Тогда мои слова показались некоторым излишне мрачными. Теперь мы идем дальше. И, может быть, эти слова будут светлее и ярче. «Мы говорим этому правительству, как сказала декларация блока. Мы будем бороться с вами. Будем бороться всеми законными средствами до тех пор, пока вы не уйдете». Голоса слева. «Правильно. Верно. Говорят, один член Совета Министров, и это член Думы Чиидзе, верно слышал, услыхав, что на этот раз Государственная Дума собирается говорить об измене, взволнованно воскликнул. «Я, может быть, дурак, но я не изменник». Смех. Примечание. Имеется в виду Шуваев Дмитрий Савельевич. 1854-1937 годы жизни. Военный министр. Март 1916-го. Январь 1917-го. Затем член Государственного Совета по назначению. Январь-декабрь 1917-го года. Господа, предшественник этого министра был, несомненно, умным министром, так же, как предшественник министра иностранных дел был честным министром. Примечание. Предшественником Шуваева был Поливанов, а штюрмера – на посту министра иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов. Но их теперь ведь нет в составе кабинета. Да и разве же не все равно, господа, для практического результата, имеем ли мы дело в данном случае с глупостью или с изменой? Когда с все большей настойчивостью Дума напоминает, что надо организовать тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что организовать страну – значит организовать революцию, и сознательно предпочитает хаос и дезорганизацию, что это – глупость или измена? Голоса слева. Это измена. Аджемов. Это глупость. Смех. Господа, мало того, когда на почве этого общего недовольства и раздражения власти намеренно занимаются вызыванием народных вспышек, потому что участие департамента полиции в весенних волнениях на заводах доказано. Так вот, когда намеренно вызывают волнения и вспышки путем провокации, и притом знают, что это может служить мотивом для прекращения войны. Что? Это делается сознательно или бессознательно? Нельзя поэтому и население очень винить, если оно приходит к такому выводу, который я прочел словами председателей губернских управ. Вы должны понять и то, почему и у нас сегодня не остается никакой другой задачи, кроме той задачи, которую я уже указал, добиваться ухода этого правительства. Вы спрашиваете, как же мы начинаем бороться во время войны? Да ведь, господа, только во время войны они и опасны. Они для войны опасны. И именно поэтому во время войны и во имя войны, во имя того самого, что нас заставило соединиться, мы с ним теперь боремся. Голоса слева. Браво! Рукоплескание. Господа, вы понимаете, что сегодня у меня не может быть никакой другой темы, кроме этой. Я не могу подражать члену Государственной Думы Чхеидзе и заниматься нашей внутренней полемикой. Сегодня не время для этого, и я ничего не отвечу на его ссылки на меня и нападки. За меня отвечает содержание той декларации, которая здесь прочтена. Мы имеем много, очень много отдельных причин быть недовольными правительством. Если у нас будет время, мы о них скажем. Но все частные причины сводятся к этой одной общей, к неспособности и злонамеренности данного состава правительства. Голоса слева. Правильно. Это наше главное зло, победа над которым будет равносильно выигрышу всей кампании. Голоса слева. Верно. И потому, господа, во имя миллионов жертв и потоков пролитой крови, во имя достижения наших национальных интересов, чего нам Штюрмер не обещает, во имя нашей ответственности перед тем народом, который нас сюда послал, мы будем бороться, пока не добьемся той настоящей ответственности правительства, которая определяется тремя признаками нашей общей декларации. Одинаковое понимание членами Кабинета ближайших задач текущего момента, их согласие и готовность выполнить программу большинства Государственной Думы и их обязанность опираться не только при выполнении этой программы, но и во всей их деятельности на большинство Государственной Думы. Кабинет, не удовлетворяющий этим признакам, не заслуживает доверие Государственной Думы и должен уйти. Голоса «Браво!» – бурные и продолжительные рукоплескания левой, центра и в левой части правой. Современники об ораторских качествах Павла Николаевича Милюкова. Из воспоминаний о рядной Владимировне Тырковой. В речах Милюкова, как и в его писаниях, не было блеска, но он ясно, точно, умно ставил и развивал политические вопросы, делился с аудиторией своими обширными знаниями, развивал политическое понимание избирателей, будил в них сознательное отношение к общественным делам. Это были речи опытного лектора, привыкшего обучать студентов. Из воспоминаний члена ЦК Конституционно-демократической партии Владимира Дмитриевича Набокова. Мне много и часто приходилось слушать Милюкова. Его свойства как оратора тесно связаны с основными чертами его духовной личности. Он хорошо владеет иронией и сарказмом. Своими великолепными схемами, подкупающими логичностью и ясностью, он может раздавить противника. На митингах ораторам враждебных партий никогда не удавалось смутить его, заставить растеряться. О внешней форме своей речи он мало заботился. В ней нет образности, пластической красоты, но в ней никогда нет того, что французы называют «переливание воды». Из воспоминаний сотрудника газеты «Русские ведомости» Владимира Александровича Розенберга о выступлениях Милюкова. «Простая, безыскусственная речь, чуждая всяких претензий на красноречие и незаурядно точная в определениях». Из правой печати о первом выступлении Милюкова в Государственной Думе. Глухой невнятный голос. Частая «э-э-э», запинание, прыжки мысли, искание подходящих слов сразу дали возможность произвести надлежащую оценку, и убогая сущность знаменитого кадета выяснилась всего за несколько минут его бессвязной речи. Из правой печати. Отсутствие ораторского дара бросается в глаза. Ни блестки юмора, ни эффектной фразы, ни красивого и ловкого оборота мысли. Милюков всегда стремится на кафедру, хотя совершенно лишен ораторского дара. Его речей никто не слушает, им никто не интересуется. Он очень развязен, порою даже нагл. Чувства так-то нет. Говорит не для Думы, а для той толпы, которая будет читать отчеты левых газет. Профессор Милюков, колотящий кулаками по пюпитру, дрыгающий и топочущий ногами, был прекрасен. Из проправительственной прессы. На трибуне ораторствовал все тот же неинтересный Милюков, говоривший все те же бесцветные и банальные слова. Обнаружил ли господин Милюков то, что можно назвать ораторским талантом? Увы, нет. Речь этого оратора всегда страдает длиннотами и похожа на профессорский доклад. Из воспоминаний Павла Милюкова о своих выступлениях в Государственной Думе. «Когда наступала моя очередь говорить», Павел Николаевич Крупенский пускал по скамьям правых и националистов записку «Разговаривайте». И начинался шум, среди которого оратора невозможно было расслышать. Не говорю уже об оскорбительных выражениях, сыпавшихся с этих скамей по нашему адресу. Из воспоминаний члена ЦК Конституционно-демократической партии Иосифа Владимировича Гессена о речи Павла Николаевича Милюкова в Государственной Думе 1 ноября 1916 года. С думской трибуны на всю Россию впервые прозвучало обвинение в государственной измене, отбрасывавшее тень и на царский двор. Это выступление, несомненно, было рекордным в смысле воздействия и звучности отклика в стране, и популярность кадетского вождя сразу же чрезвычайно поднялась. Его забросали письмами и цветами. Речь была перепечатана в нескольких изданиях и в миллионных экземплярах. Из воспоминаний члена Конституционно-демократической партии князя Владимира Андреевича Боленского о речи Милюкова 1 ноября 1916 года. Милюков, приведя целый ряд фактов из деятельности властей на фронте и в тылу, заканчивал изложение каждого из них риторическим вопросом «Что это?» «Глупость или измена?» Эти слова били как молотом по голове, ибо они формулировали как раз то страшное, что всех мучило. При каждом повторении этой фразы точный электрический ток проходил по нервам всех присутствовавших. Правые и левые депутаты, журналисты, публика – все аплодировали, вскакивали со своих мест, шумели, что-то кричали, заглушая слова Милюкова. И долго после его речи точно буря бушевала в Таврическом дворце. Из воспоминаний депутата Второй, Четвертой Государственных Дум Василия Витальевича Шульгина о речи Павла Николаевича Милюкова 1 ноября 1916 года. Речь Милюкова была грубоватая, но сильная. А главное, она совершенно соответствует настроению России. Если бы каким-нибудь чудом можно было вместить в этот белый зал Таврического дворца всю страну, и Милюков повторил бы перед этим многомиллионным морем свою речь, то рукоплескания, которыми его приветствовали бы, заглушили бы ураганный огонь 150 парков снарядов. Прочитано по книге «Ораторы России в Государственной Думе» 1906-1917 годы. В двух томах «Санкт-Петербург» издательство Северо-Западной Академии Государственной службы, издательство «Образование Культура», 2004 год.